к концу 19 века в отрасли электротехники сложилась такая ситуация когда во многих странах различные люди думали о создании беспроводного телеграфа беспроволочного телеграфа как еще тогда говорили то что мы сейчас называем радио поэтому вот с исторической точки зрения показать пальцем конкретного изобретателя не очень просто тем более что в силу там политических и разных других причин многие страны заявляют первенство на изобретение радио перед другими но в различных странах изобретателями считают разных людей начиная тех кто ссылается на герца как того кто открыл электромагнитные волны заканчивая теслой в россии это очевидно на сан степанович попов британии это марко неизвестно в россии изобретателем считается сан степанович попов известна точная дата когда он продемонстрировал свое изобретение в санкт-петербурге в физико-техническом обществе это 7 мая по новому стилю 1898 года его передатчик находился во флигеле рядом он приемник стоял в аудитории физико-технического физико-химического общества и расстояние между ними было 60 метров то есть была продемонстрирована передача сигнала без проводов впоследствии попов усовершенствовал свои свое изобретение и довел расстояние на котором можно было передавать сигналы до 150 километров попов не регистрировал патент на свое изобретение собственно также как в свое время не регистрировал патент на свои гальвонометрический телеграф шиллинг шиллинг не регистрировал потому что он не считал это важным он был человеком самодостаточным его востоковедом изобретателем и для него это было не было необходимости извлекать из этого кут прибыль он был человек состоятельный его это было не нужно попов работал на военно-морской флот российской империи и в общем тоже какой-то патент не оформлял патент к счастью или к сожалению сложно сказать был оформлен на марконе в в британии и на западе марконе считают изобретателям радио хотя знают о работах попова признают что его конструкция появилась раньше чем конструкция марконе тем более что конструкция марконе она только ну незначительно усовершенствовала конструкцию попова конструкция попова также была показана и на всемирной выставке парижа удивительно что события связанные с изобретением радио поповым изобретением телеграфа шиллингом они в общем имеют много общего шиллинг тоже не регистрировал патент как я уже говорил и шиллинг тоже демонстрировал свою свою свой свой телеграф на международной выставке но в боне тогда и так же как и у шиллинга у попова изобретение было ну скажем так позаимствовано англичанами в обоих случаях кроме того с изобретением попова связано еще другой интересный другой интересный исторический факт в 1901 году купцы на нижнем дону они позвали александра степановича в ростов прослышав про изобретение им радио и попросили им настроить для них беспроводную передачу информации о об уровне воды в таганрогском заливе это им было нужно для того чтобы понимать корабли какого-то ножа проводить через дон и разгружать в грузовом порту ростова на дону попов приехал в ростов в 901 году и его отвезли на один из островов в нижнем дону где попов смонтировал приемник на этом острове было был ноцманский пост где уже существовал телеграф откуда можно было передать информацию уже непосредственно в город а в таганрогском заливе поповым был установлен бакен с датчиком уровня воды и на этом бакене был установлен передатчик с бакена передавали информацию об уровне воды на лоцманский пост и далее в ростов и так купцы могли управлять движением своих судов разгружать суда в нужном в нужной очередности и это можно считать ну кто как первой гражданским использованием радио поскольку то что попов демонстрировал в петербурге это собственно было в рамках военных разработок для в мф здесь это было первое гражданское использование радио и кроме того как бы мы сейчас сказали наверно один из первых или первый телематический сервис когда стоял датчик и передавал какую-то информацию о уровне воды после того как опыты попова завершились успешно и была собственно зафиксирована была передана электромагнитная волна с передатчика и зафиксирована ее прием в приемнике стало уже понятно что вместо обычного звонка и выключать выключателя на передатчике и звонка на приемнике можно было поставить уже какое-то более сложное устройство например микрофон с одной стороны и телефон на другой стороне и дальше изобретатели и инженеры начали работы по совершенствованию всей этой системы использовали колебательный контур и так далее так далее так далее и мы в конечном итоге получили передачу голоса по радио colorame и и и и